Всем привет! Добро пожаловать в облак на пару. Мы с мамой собираемся идти. Вообще за обувью собираемся идти, но не знаю, у нас что-нибудь получится из этого или нет. Она там укладывается, я уже готова выходить, но мы еще не вышли. Сейчас 5 часов. Outfit of the day. Откуда кофточка и джинсы, это в ближайшем видео будет. Кеды из H&M. Что еще? Очки из мармалатта. Давайте я поменьше яркости сделаю. О, так лучше видно. Вот такая она разлетая каков-то. Вот, а джинсы очень прикольные тоже со всякими заплатками, висюльками. Вот. Такой аутфит и вот с этим рюкзачком. Outfit of the day. Улыбаемся и маршал. Начнем сразу с украшения. Давайте. Это из аксессорайз. Это из аксессорайз. Недавно купили, очень мне нравится. Да, очень хорошенький. Это из Гленфилда. Штаны из Ольша. И студия 77 обувь. Ты знаешь уже? Да. И вот эта сумочка и часики, это из Эйвана. Идем? Да. Ну, все, мы на улице. Всем привет, добро пожаловать в Абутру Павел. Я уже договорилась. Ты еще расскажешь. И снова у нас в Москве очередной фестиваль. Называется «Скоро в школу». Он идет 24-го. Конечно, скоро. Скоро в школу? Он идет с 24-го сегодняшнего дня по, по-моему, 1-е сентября. Или по 4-е. Наверное. Вот. И очень много... Тут, как всегда, еда и всякая фигня. Площадок, на которых будут что-то там и родителям, и детям устраивать какие-то интерферные игры. Нам игры продаются. Вот. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы. Вопрос от Ирины Гнедышевой. У вас так шумно от улицы, куда выходят окна, на рестораны? И как же вы спите? Ну, когда мы спим, они не шумят. Они шумят до 11-ти теперь. Раньше шумели подольше, но сейчас шумят до 11-ти. И выключают. Выключают шумелку. Анна Ильич спрашивает. Девочки, как часто подтверждете Басю? Мы поздравляем вас с вашей очаровательной девочкой, Йорком. Значит, стрижем мы ее по-разному. Ну вот, первый раз мы ее на лысо подстригли, получается, в конце апреля, что ли. Это уже на лето, когда тепло стало. И вот второй раз, когда мы вам сказали, а мордочку мы стрижем и там все остальное. Ну, где-то раз в 3-4 месяца. Да. И вы знаете, я раньше читала, что Йорков нужно мыть раз в неделю, но мне сказали, ни в коем случае. У них стало мало очень выделяется, потому что у них, ну, как волосы человеческие. И что их раньше, больше, чаще, чем раз в месяц вообще не надо мыть. Ну, мы ее так примерно и моем. Ну, что ты хулиганишь? Вот хулиганит. Хулиганка. Немытая хулиганит. Вопрос от Ольги Ростиславовны. Пух, от Ольги. Я не буду этого ее дать. Вопрос от Ольги Я. Ольга Ростиславовна и Аня, здравствуйте. Скажите, а к вам на улице мужчины подходили знакомиться? И сегодня был вопрос от кого-то. Это уже к Ане конкретно. Как она разбирается с мужчинами на улице, которые к ней клеятся? Что ко мне не клеятся? И что она такое говорит? И особенно почему-то думают, что клеятся кавказцы. Не знаю, кто они клеятся. Ну, я вам уже рассказала, что ко мне практически никто никогда не клеился, потому что у меня очень морда топорос. К маме в Испании и в Италии клеятся. В Испании и в Италии это просто какой-то кошмар. Куча народов клеятся. Там вообще ходить нельзя спокойно. А кавказские мужчины, они знают, что к кавказским девочкам лучше не клеятся. Это они соображают, они к русским клеятся. Не особо клеятся. Мне когда кто-то подходит, я говорю, я спешу, я не хочу знакомиться. Ну, какие-то такие фразы, которые любой человек скажет, если не хочет знакомиться. Ну, на худой конец, у меня есть молодой человек. Нет, я за кого не говорю, потому что эти глупости никого не останавливают. Да? Абсолютно. Поэтому видно, что к тебе никто не подходит. Серьезно? Да. Камбей, конечно, никто не подходит, кому я здесь нужна. Ну, а сейчас вообще есть такая хорошая отмаза, я лесбиянка. Можно так говорить? Нет, у нас детский канал, только их слов нельзя делать. Давай дальше. Вопрос от Ирины Гордеевой. Бася, да ты меня сейчас утрапала. Фу. Вопрос от Ирины Гордеевой. Когда вы что-то покупаете, то это продуманная покупка, и потому что это действительно надо, или просто пойду по магазинам и куплю все, что захочу. 125-е сапоги, 58-ю футболку, 12-ю юбку. Можете ли вы удержаться от покупки, если эта вещь вам сейчас не нужна, но очень нравится? Что касается косметики, то удержу не. Нет, удержаться невозможно. Манечка, будь здоровой киской. А что касается одежды и обуви, у нас все продумано. Все продумано. Я всегда представляю себе в голове свой гардероб и знаю, чего мне не хватает. А вы знаете, мы даже, в общем-то, в принципе, когда все, что нужно, куплено из одежды, из обуви, мы даже не заходим в эти отделы, вот честно. Просто, понимаете, для меня вообще обувные магазины это очень большой стресс. Поэтому обувь это вообще без вопросов. Никогда не бывает 150-е, что-то не нужно. А что касается одежды, ну... Во-первых, у меня, например, штаны все очень быстро протираются, и поэтому не бывает, опять же, 150-х джинсов. У меня всегда где-то 3-4 пары джинс, и... Ну, все. У нас нет по 125 пар сапог. Сапоги у нас одни осенние, одни зимние, пионты. У меня много летней обуви. Босоножек, да. Босоножек, потому что я очень, ну, как бы, хорошо ношу обувь. Это у меня от папы. И, в принципе, докупаю всегда. Ну, и потом еще, знаете, летом вечно натираю, что в одном месте, то в другом. И приходится переобуваться, да, менять босоножки. Поэтому, ну, летнюю обувь у меня больше, чем все остальное вообще, в принципе. А у кого 125 пар сапог, напишите, пожалуйста, 58 футболок и 12 юбок. Напишите. И вообще, как вы ходите по магазинам? Продуманно или спонтанно? Знаете, есть такой анекдот. Догадайся с первого раза. В обувной магазин входят муж и жена. Они вообще пришли покупать ботинки мужу. Как вы думаете, что они купят? Вопрос от Марии Архангельской. Пробовали ли вы сыворотку для лица шерри в саше упаковках с ионами золотой и гиалуроновой кислотой? Нет. Вы говорили, что не знаете испанского языка. Хотели бы выучить? Да. Мы уже выучили. Давай расскажем. Только расскажи, я эти слова знала. Подожди, как это начинается? Бонус дюс, бонус тартес, бонус ночес. Церро, уно, дос, трес. Я еще знаю трес. Трес. Я еще знаю квадро, сенько, сенько, сес. Да, вот видите как. И что, боняна знаем. Не, еще это квантовали. Квантовали сколько стоит? Квантовали. Ну, уже знаю, знаем испанский язык. Вопрос от Натальи Дмитриевой. Есть ли у вас близкие подруги? Если да, то было ли так, чтобы случались ссоры, либо, может, подводили вас? Ольга, слушайте. Если такое было, то в каких отношениях оставались? Все, кто меня подводили, с отношениями было покончено. И сейчас у меня нет подруг. Ну, я не знаю, мне кажется, подруги это люди, которые там, либо со школьной скамьи, либо из института. Ну, такие вот давние, закадычные, с которыми, которые видели вас, ну, чуть ли не на горшке в детском саду. Я, правда, в детском саду не была, но смысл вот в этом, мне кажется, смысл дружбы. У меня была такая подруга школьная, но она, к сожалению, скончалась уже достаточно давно, Царствие Небесное. Вот. И в институте у меня тоже была подруга, но мы с ней разошлись. Именно потому, что она меня подвела. Хрюблка. Хрюблка. Вопрос от Ика, кстати. А мне вопрос не задалось. Почему? Это... Там написано Ольга Ростиславовна. А, а, а. Ольга Ростиславовна. Следующий вопрос. Вопрос от Саглары Бадминовой. Вы наверняка слышали о Мэри Конде. И скажите, что думаете о методах магической уборки и применяли ли их? Это вот это, которое вы прочитаете? Да, магическая уборка. Я прочитала данная. Я складываю носки, так как вот она рассказывает, и еще, ну, там, футболочки. По поводу ее книги, посмотрите, у меня на канале есть видео, одно из видео 5 to 5. Я там рассказывала про эту книжку. Так что не буду повторяться. Вопрос от Светы Бер. В инстаграм ОР написано «Живу и смею». Извините, что вы имели в виду? Вот вы знаете, по поводу этого вопроса, ну, так как вы знаете нас лучше уже, чем мы сами, вот вы и ответьте все вместе хором, напишите. Как вы считаете, что я имела в виду? Живу и смею? Я сразу поняла, что это имела в виду. Приходилось когда-либо быть на приеме экстрасенсов или так называемых гадалок. Верите ли вы в предсказания или, по вашему мнению, это является больше самоувношением? Я не верю. Ну, в смысле, не я не верю, тут так написано, я не верю. А, я думала, ты. Нет. Нет, я никогда не была. Аня, ты была, по-моему, да? Это не гадалка. Экстрасенс. Я не могу сказать. Нет. А кто она была? Она просто глаз снимала. А. Чудотворец. Да. Нет, я никогда не к кому. Ну, вы уже поняли. Я не к психоаналитикам не хожу. Нет. Никогда не к экстрасенсам. Я сама ясновидящая. Я знаю, что от грозы я не умру, в самолете не погибну. Что еще мне надо? То есть верит она в экстрасенсов. Она только сама. Я в свои способности верю. Вот. И по поводу чего-то самоувнушения. Я верю в этих лекарей, которые лечат руками. Только они на себя все набирают. Мануальная терапия. Да. И люди, которые это делают, они обычно денег не берут. Они просто вот этим как бы занимаются. А вот у этих вот экстрасенсов, которые по телевизору. Ну, это такая снахота. Я не верю. Ну, на самом деле, искренне. Прямо искренне не верю. Простите, если я кого-то обижаю. Я просто примерно представляю, как снимаются эти передачи. Как снимаются эти передачи, сколько дуглей проходит и так далее и тому подобное. Я не верю в такие вещи. Но я уже рассказывала, не однажды, по-моему, даже, что вот Анин папа, когда-то ему гадалка нагадала, что он умрет в 40 лет. Так и вышло. И еще моей маме гадалка нагадала, когда она совсем-совсем была бедная, просто, не знаю, беднее церковной мыши, что она станет очень богатой и обеспеченной женщиной умрет. Ну, в общем, в принципе, так и получилось. Я верю в эти, вот то, что на руке написано, вот это я верю. Но это я сама себе могу погадать, потому что я знаю, примерно, значение линии, поэтому я не гадала. Последний вопрос. Нет. Как закончился конкурс, спрашивают люди. А, надо делать. Мы просто вот склоняем перед вами голову, но вы видели, да, в каком мы состоянии, и мы завтра соберемся с силами, с мозгами. Мы просто сказали, что в воскресенье все это делаем, но мы не рассчитали свои силы. И обязательно подведем итоги, хорошо? Вы же знаете, что мы... У нас... Залоги зажавели. Да. Мы лучше поздно, чем никогда. Но подведем итоги. Да. Хорошо? А наши благодарности. Я сегодня очень благодарна, что мы наконец-то выбрались и сходили за обувью, как я вам уже сказала. Но здесь мы вам ее, конечно же, показывать не будем, а покажем на своих каналах. Я даже не знаю, что мне там одну пару показывать. Ну, ты же потом еще возьмешь. Ну, когда возьму, не знаю. Вот. Я обязательно покажу. Но мы еще дошли в Кика. И я вам честно вам... Но там все было по плану. Что нельзя туда заходить вообще. Слушайте, там такие некомпетентные продавщицы. Продавщицы. Просто вообще. Даже в Испании без знаний испанского я больше всего поняла и узнала, чем от этих девочек. Это просто отвратительное обслуживание. И мы стоим, пять минут ждем, когда она договорится со своей какой-то подругой и придет на кассу. И запишет ее номер телефона. После этого она не показала все губные помады, которые мы взяли. Оказалось, что мы ошиблись в одной помаде. Я, по-моему, пошла докупать одну помаду, которую мы ошиблись. Девочка такая радостная открывает, показывает мне ее. Я говорю, да, да, теперь я уже все вижу. Ну, в общем, вот так. Но я благодарна за то, что я сегодня первый раз накрасилась. Все-таки, когда красишься, это совершенно другое настроение. И еще по-другому себя чувствуешь. Уже в боевой готовности. Вот. Напишите, пожалуйста, чему вы сегодня благодарны, что вы сегодня превозмогли и наконец-то сделали. Слушай, столько людям писать сказали. Да. А мы все-все втроем вас обнимаем крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Песенок. Пока-пока.